здравствуйте дорогие друзья любители живописи по всему миру мы вас рады приветствовать его мастерской елены и владимира ильичовых из европы и рады сообщить вам что наша техника blade and socks идет по европе и по америке и по канаде огромными шагами и все новые и новые студенты к нам подтягиваются и мужчины и женщины и девушки молодые мы этому очень довольны потому что наша задача эту технику все-таки оставить на земле в ее первозданном виде и в ее возможности многочисленного расширения там столько возможностей вы же уже знаете поэтому для того чтобы мы с вами были во всеоружии сегодня мы решили с вами поделиться очень тайными знаниями которые мы вытянули у старых мастеров эти знания называются композиционные схемы эпохи возрождения ну давайте вспомним 14 15 16 17 века вот эти вот четыре века они нам дают очень сильную такую концентрацию знаний потому как надо размещать своих картинах те или иные посылы будущему человечеству и давайте мы сейчас с вами разберем что такое композиция вообще-то композиция это порядок где один элемент не может существовать без другого вы же знаете прекрасно что когда мы садимся возле открытого холста чистого мы находимся в некотором смятении как туда поместить ту мысль ту эмоцию то признание в чем-то до чтобы люди другие сняли визуально и эмоционально и интуитивно даже по краскам чтобы они сняли эту информацию для себя и эту картину не забыли никогда и вот давайте я вам пару слов таких расскажу про композицию что композиция это вот представьте что это вот наша картина да сразу видно что происходит то есть мы не рисуем все подряд в одной картине а мы рисуем ту вещь которую мы хотим о которой мы хотим рассказать другим людям дальше в композиции должна быть целостность взгляда на ситуацию то есть не мельчим какими-то деталями а цельно разговариваем о самом главном дальше в композиции должны быть такая вещь что ничего нельзя добавить и ничего нельзя убрать понимаете вот как бы такой прекрасный красивый холст который человек воспримет радостно и как бы его и не забудет никогда на вот зрение его обрадуется потом он подойдет к этому холсту он его как бы примет в себя и это будет часть его жизни что еще композиции подчинение всех приемов композиции общей цели то есть мы за сначала задумываем с вами общую цель да что мы хотим рассказать допустим мы хотим рассказать о любви мужчины и женщины да мы сначала пишем да с вами как как по как писатели пишем сначала рассказ какой мы хотим рассказать потом мы его концентрируем в рисунок да какой-то рисуночек зарисовываем себе да графический то что мы уже делали с вами по черкушке да мы зарисовываем визуализируем этот образ как показать что между двумя вспыхнуло какое-то чувство да допустим если мужчина пришел к женщине за тем чтобы купить у нее вино да она ему наливает вино в какой-то глэчик такой он ей дает денежку но это только как визуальная форма а эмоция любви которая могла между ними загореться да она в каких-то жестах каких-то движениях в одеждах в выражении лица во взглядах в пейзаже которые рядом или интерьере допустим да вот это как пример я сказал вот ну и конечно там идут и контрасты большую роль играют и цветовые игры и графические нюансы которые вы придумаете допустим если вы рисуете любовь то без красного цвета не обойтись и без контраста допустим голубого и красного ну в общем то для того чтобы нарисовать свою картину мы вот и начинаем вот этим восемь вебинаров у нас будет по шесть композиционных схем поэтому подготовьте пожалуйста чем вы будете писать рисовать ручечку карандаш и какую-то какой-то листик куда вы будете записывать эти схемы их огромное количество этих схем есть потому что художников очень много было во все времена и каждый придумывал свою схему но исторически выжили только те схемы которые ну очень западают на сердце человечеству вот допустим схема матери с ребенком до леонардовская схема мадонны с ребенком вспоминайте как эту схему у леонардо украл кто ну украл подсмотрел кто молодой рафаэль он подсмотрел эту схему и потом все время в своих рисунках и живописных полотнах он эту схему в овал входит до движения обнимашки материнские и ребенка да и потом в конце концов сикстинская капелла да такая знаменитейшая огромная картина она тянется по этой композиционной схеме и вот давайте мы начнем первую схему я хочу ее зарисовывать первую схему я вам предлагаю те схемы которые нам понравились владимиром когда мы вот в течение многих лет писали свои картины поэтому давайте начнем это самое настоящее интеллектуальное действие которое надо сделать так чтобы эти схемы стали вашими поэтому зарисовывайте и записывайте вместе с нами вот хочу вам показать одну из любимых наших схем которая называется напряжение эмоция создает напряжение разных потенциалов да и вот давайте мы с вами запишем да вот так вот я чуть-чуть вот так на себя поставлю эмоции создает пишите вместе со мной создает напряжение разных потенциалов вот так же мы и леонардовские схемы с вами изучали кто с нами шел тот сейчас умные картины пишет вот это давайте мы ее назовем первая композиционная схема и вот сейчас я вам ее зарисовываю вот она у маленькая а я вам зарисую и и здесь допустим давайте вспомним что такое эмоции да это наше чувство давайте чувство перечислим зрение слух осязание обоняние речь и ну короче 5 вот этих наших чувств которыми мы воспринимаем мир шестое это наше эмоции это наше эмоционально это наше и интуитивное состояние и вот я вам рисую дамочку которая танцует на давайте через корсет пойдем до таким вот я знаете вот просто волосы развиваются у нее да и вот она танцует руки в стороны и платье пошло и и допустим 1 юбка 2 юбка 3 юбка и как сделать чтобы она танцевала давайте ножка с каблучком в одну сторону да и здесь маленькая носочек носочек туфельки другую сторону чувствуется да что она не просто так стоит нам для того чтобы эмоцию показать мы же не можем показать эмоцию допустим радости и чтоб человек вот так сидел как истукан да и эмоция радости не шевелится человек он обязательно или руки поднимет вверх или обнимет кого-то или подпрыгнет понимаете вот какая-то идет эмоция у дамочки эмоция я так понимаю у нее очень крутого танца танца который она которым она этим танцам что-то приказывает вот она этими каблучками отбивает теперь нам надо создать еще один потенциал чтобы этот потенциал посоревновался с этим рисунком это линейный рисунок дальше рисуем почти то же самое только как будто бы ее двойник или ее тень перчаточка туфелька вот еще одна перчаточка то есть мы показываем потенциал до движение ее вперед и возможно вот здесь вот одна туфелька улетела и смотрите что мы делаем с вами мы это эту территорию закрашиваем давайте в разные стороны как мы умеем до штриховать следующий раз чуть чуть меньше рисунок буду делать чтобы успевать но вы заодно понимаете что я хочу вам донести потому что сейчас вы получите домашнее задание нарисовать свою эмоцию до которая я бы рассказала о чем вы хотите сказать людям о каком действии в любом случае вы нам с Володей и с Пашей присылайте эти рисуночки почеркушки ваши так а мы потом конечно будем обсуждать их и награждать тех студентов художников которые уже научились мыслить правильно вот в этой композиционной схеме и более интересно понимаете у нас же у всех разные с вами интеллектуальные способности и душевные да некоторые только научатся ботанику рисовать а некоторые уже смогут и многофигурную композицию рисовать вот смотрите вот оно напряжение идет двух разных потенциалов она нежная и линейная так а ее двойник который тоже танцует да это что же ее платье и и перчаточки и и туфельки да это плоскостной темный как бы отпечаток да это не может быть картина да но вы этим можете пользоваться особенно хороши для этого падающие тени мы с вами всегда изучали такое что падающие тени они являются двойниками самого предмета да и а мы в данном случае можем еще делать что это и падающая тень от нее и возможность ее движения вперед да и она так танцует что у нее уже и туфельки улетели и перчатки разлетелись и платье снизу падает здесь обо многом можно говорить вот пожалуйста запомните эту эмоцию создает напряжение разных потенциалов это первый у нас будет с вами композиционный такой штамп который вы запомните и застолбите его своими рисуночками хорошо маленькими сейчас пойдем дальше смотрите вот эти я вот так эту меняю потом возможно вам паша пришлет такие рисуночки наши смотрите вот хороший альбомчик видите и берем прям для зарисовочек он на крафте замечательно вот так раз вы можете мысль пришла раз быстренько мысль зарисовали и это ваша будущая картина уже будет представляете как хорошо кто сказал гетте сказал что он же очень любил живопись гетте и он сказал что для того чтобы написать картину надо к ней готовится где-то 90 процентов подготовка к написанию картины и только десять процентов само исполнение картины это на самом деле так если вы будете как писатель пис описывать свою картину как график рисовать множество движений этой картины как скульптор может быть вы из песка ее выстроить или из глины да вы можете натурные зарисовки делать для для картины фотографии тоже могут использоваться допустим если вы рисуете старинную архитектуру вы ее сфотографируете в солнечном освещении и будете использовать где-то в своих картинах то есть другие виды искусства помогают вам создать картину давайте пойдем дальше следующее у нас это гипербола напишите вот так себе гипербола это вторая композиционная схема гипербола так не падать не падать вот так гипербола и вот что такое гипербола это чрезмерное преувеличение с целью усиления впечатления давайте так и напишем это преувеличение для впечатления коротко пишем да для и и я вам сейчас покажу пример вовина картина называется картина вкус привилегия избранных было написано было написано в тринадцатом году посмотрите до сих пор она с нами ездит по миру и украшает наши выставки посмотрите какой разлом граната хороший да граната же на самом деле не такая да но для того чтобы рассказать людям что гранату едят те люди которые любят вкус выставлять одним из самых главных наших пяти чувств да вкус когда там гранатовое зернышко имеет столько вкусов именно сама косточка и полезности и вот владимир возвел ее в символ даже как будто бы это облако огромное да или огромная планета там где можно видите эти в натуральную величину так тоже вот разность разность потенциалов то что мы сейчас с вами говорили фраже в натуральную величину вилочка ложечка лопаточка а сама граната как планета то есть здесь несколько композиционных схем преувеличения которые мы сейчас учим с вами давайте еще один вид преувеличения нарисуем допустим нам надо рассказать про игрушку буратино так что он он деревянный и что он маленький все таки и что он сделанный из дерева руками человека что мы делаем мы берем рисуем сейчас знаете как я сделаю для того чтобы еще больше впечатления гиперболу гиперболу сейчас все знают что стулья стулья изначально сделаны из дерева мы никогда не думаем что стулья наши сделаны из пластмассы у нас это как это не ассоциируется стул с пластмассой у нас стул ассоциируется с деревом поэтому на весь холст да большой мы рисуем деревянный стул огромный огромнейший деревянный стул да там так он пойдет потом так да я вот смотрю у меня маленькая сделано это так здесь окошечки такие и мы мы рисуем с вами деревянный стул вот теперь нам надо создать вот эту вот гиперболу да как нам рассказать о буратино да мы берем и вписываем этого человечка дайте я вот сейчас близко возьму вписываем этого человечка в одну из полосочек деревянных этого стула как будто бы он часть этого стула ну давайте вот что там у него колпачок полосатенький да бомбончик вот глазик нос его знаменитый да там рот до ушей и пошли значит вот он опирается рубашечка его ручки да он является частью этого стула допустим кофточка здесь упирается на вторую перекладинку да допустим буратинка и он и танцует и он и является как бы никогда не скажешь что он сделан из пластилина потому что он ассоциацией связан с стулом деревянным вот он продолжается да этот стул тяжелым таким блоком и мы намекаем что это игрушка потому что он маленький по отношению к стулу так и что это деревянная игрушка которую сделал человек и вот смотрите буратинка у нас мы они он конечно главный герой буратинка главный герой но мы о нем можем сказать потому что мы показали относительно его большой гер гиперболизированный предмет стул не может такой большой быть да допустим если у вас холст 70 на 100 вы стул делаете огромный а буратинку маленького я к примеру да это сравнение еще тоже потенциалов идет но мы же можем пользоваться вспоминаем как мы цветы рисуем если нам понравилась роза вот там у меня стоит роза одна она огромная потому что она мне понравилась по цвету и я запомнила того человека который купил и подарил мне эти розы и я захотела эту розу возвести в символ чтобы она осталась у нас допустим не как цветок а как дерево или как строение так получили да гиперболу немножко пойдем дальше только одно нельзя увеличивать если вы рисуете живого человека пожалуйста не надо портрет живого человека увеличивать больше натуральной величины иначе как это будет плохое отношение к вам как профессиональному человеку так художнику пошли дальше пишем давайте следующий листик нас еще ждут некоторые композиционные схемы гиперболу вы нарисуете обязательно свою и пришлете нам в рисуночке так следующая будет называться у нас пишите экспрессия давайте экспрессию нарисуем что такое экспрессия пишем да давайте третья композиционная схема экспрессия экспрессия это выражение переживаний чувств и все это очень выразительно надо сделать понимаете скучно чтобы не было в вашей картине пишем что это переживание чувства и выразительность 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 это то что человек не забудет никогда после вашей картины да экспрессия и вот сейчас нарисуем экспрессию сейчас мне надо более серьезно сесть сюда смотрите мы часто бывает видим что происходит что-то в жизни допустим допустим такая ситуация что две дамочки упали упали да там так одна дамочка давайте вот туфельки у нее если женщина падает она уже как бы туфельки она как бы уже почему падает потому что ножки да давайте покажем что это такие графинюшки да бантики у них одна и вторая а вторая тут как здесь и они как бы слились в одном падении да там бантик и сейчас мы посмотрим чего они так упали да какая эмоция их захлестнула давайте платье так здесь рученька пошла допустим сюда расставленные пальчики они когда падают дамочки они как бы не владеют своими руками ногами да у них как бы все подкосилось так корсетик и вот и давайте ножки тоже да там ну Володя говорит из-за чего они могут подраться да конечно же из-за мужчин но мы не будем такое да думать а мы лучше подумаем так что если вы здесь нарисуете допустим зернышки кофе да схематично мы рисуем всегда когда мысль мы хотим нарисовать да или чувство мы рисуем сначала схематично мы потом будем в картине уже рисовать где реализм где символ где декоративка где просто подмалевок а для того чтобы зацепить мысль мы сначала рисуем экспрессию действия вот допустим да у нас идет экспрессия действия давайте румянцы им да там можно что еще перчаточки дать да чтобы было как-то интересненько по тону да и конечно вот эти туфельки которые у них как это в разные стороны да когда они упали эти платья так у них и они стали одним целым из-за чего одна любит эспрессо другая любит капучино и вот они вот так вот навернулись да где-то ну не упали а хохочут они хохочут да мы всегда рисуем эмоцию радости мы не рисуем эмоцию горе понимаете и вот давайте еще подумаем где еще мы могли видеть экспрессию вспомните работу Федотова поцелую краткой я очень часто эту работу предлагаю к рассмотрению потому что там неимоверно правильная композиционная схема там несколько их этих композиционных схем которые держатся на вот этом платье если вы помните этой дамочке 19 или 18 век которая стремится поцеловать своего любовника который убегает в окно а там уже приближаются люди которые хотят их застукать и вот это движение экспрессия она показана с такой знаете не с нахальностью а с такой нежностью как будто бы он сфотографировал это действие поэтому я вас прошу если вы когда-то видите какую-то экспрессию допустим дети играют или допустим какие-то вы наблюдаете спортивные соревнования или скачки с лошадьми и вы подмечаете что-то такое чего не видят другие люди возьмите себе на блокнотик зарисуйте эту экспрессию да вот как зарисовывали импрессионисты они же не старались до конца закончить картину они всегда только набросают набросают и все она уже у них как бы информационно несет допустим у ДГ скачки никогда не забудутся никогда потому что там падающие тени играют более главную роль как вот здесь вот мы сделали более главную роль чем сами наездники да там падающие тени голубые прямо мы недавно видели эту работу пошли дальше экспрессию поняли и если вы поняли экспрессию значит вы нарисуете свою экспрессию обязательно и нам пришлете пошли дальше времени не очень много поэтому четвертое четвертое у нас метафора запишите себе сейчас куда я ее сунула ту метафору так шестое вот она пишем берем еще один листик пишем словом метафора вы понимаете если вы будете эти схемы знать вам будет настолько интересно задумывать ваши картины что они прямо как из рога изобилия будут сыпаться вы не будете сидеть перед чистым холстом и страдать что бы нам нарисовать может быть очередные цветы или очередные яблоки и груши которые люди и так видят а вот если вы мысль свою эмоцию свою людям предоставите да особенно люди любят эмоцию любви да если вы сможете любовь нарисовать это будет очень круто так ну что метафора это у нас четвертое пишем метафора пишите за мной записывайте это переносный смысл на основе аналогии сходства сравнения да допустим мы всегда говорим ой эта женщина похожа на фламинго да или этот мужчина похож на какого-то орла стервятника да мы ассоциация у нас идет да вот допустим актеры часто бывают похожи на какое-то животное или на какое-то растение да да и мы с вами сразу переносный смысл пишем это переносный смысл на основе аналогии аналогично да аналогии сходства сравнения аналогии и мы берем с вами и рисуем то что мы умеем лучше всего рисовать натюрморт да допустим давайте утренний чай да чайничек так падающая тень чайничка идет цвет справа так давайте в груду да их чашечка идет для того лошад ул чай и чтент и на чтение или мы сами себе принесем на подносики. Ну вот, смотрите, это и так все понятно и видно. Но для того, чтобы нам сделать интересное это чаепитие для людей, мы берем и визуализируем то же самое, что есть в натуре, четыре предмета фарфоровых, мы их разливаем в лужу в направлении, давайте вот в этом направлении разольем, сверху и справа. Давайте начнем разливать. Давайте польем, польем сюда. Значит, мы как будто бы они растекаются у нас, но они повторяют тот же самый, да, там у чайничка так идет, да, там ручечка чуть-чуть, и вот такая как лужица, то есть повторение того, что мы сделали в реализме, мы повторяем его темным пятном, которое является не падающей тенью, не падающей тенью, а таким некоторым сходством только в другом, в другой плоскости. Вы понимаете, вот мультипликаторы часто пользуются этим, так? Они же не связаны по рукам и ногам чистым реализмом. И вот мы делаем то же самое, что мы нарисовали реализмом, а мы делаем такой, знаете, лужицей, озерком. Мы уже с вами это делали, но там другая схема была, да, а здесь вот эта лужица должна, если вот это закрыть, полностью показать, да, допустим, там где-то носик, да, то есть полностью показать то, мы по этой лужице должны распознать вот эти четыре предмета. Понимаете? Вот они. То есть вот так рисуется метафора, да? Вы же не нарисуете, допустим, если дамочка похожа на птицу какую-то, вы не нарисуете у нее клюв и перья, или рядом не поставите фламинго, да? Вы сделаете каким-то образом, что, может быть, она стоит на пейзаже таком, который предпочитают эти птицы, да? Или, допустим, что она будет, цвет помады у нее будет, как у фламинго, да? Намек. Конечно, вот наш любимый художник Шемякин Михаил, он очень сильно переплетал людей и животных, и птиц, и этим выработал свой почерк, да? И поэтому ему легко было делать вот этот вот балет-щелкунчик, там, где он крыс превратил в людей, люди-крысы со своими характерами. Вот посмотрите, пожалуйста, Михаила Шемякина фильм, как он делал щелкунчика в Питерском Мариинском театре. И прям есть целый фильм, как он по ассоциациям, там, допустим, молодой крысенок, там злой, его надо было показать как мальчика, у него ассоциация, он когда-то видел злого мальчика в какой-то сказке. Понимаете, у него все вот по метафорам, по сравнениям, и по сходствам идет, да, переплетение людей и животных. Это можно делать, если вы смелый художник. Так, метафора есть. Свою нарисуете, да, метафору тоже. Пошли дальше. О, дальше наше любимое с Вовой – это провокация. Провокация – это действия, которые могут привести к тяжелым последствиям. Это так названо. Но мы-то не будем с вами тяжелые последствия рисовать, да, мы просто провокационно покажем какое-то состояние человека, да, допустим, в данном случае человека, который действует необычным образом. Давайте пишем. Это пятая провокация. Скажите мне… Сейчас я найду эту провокацию у себя в подсказочках. Вот они. И покажу вам картину Вовину. Вот недавно написанная картина, в которой провокация существует. Вот «Парижское кафе». Не блестит, Вов? «Парижское кафе», видите, с французским флагом. День независимости у них. И наши белые фартухи, картина называется «Белые фартухи», шныряют между людьми – это официанты. Во Франции официанты стоят на таком пьедестале официанты и повара, на очень высоком пьедестале всеобщего одобрения и восхваления. Поэтому, если они достигают хорошего такого профессионализма, их носят на руках. И особенно эти люди, которые сидят в кафешке, собачки, какие-то брокеры, они этих официантов возводят в рамк ангелов, потому что они ждут от них вкусной еды, улыбок, хорошего обращения с собой и быстрого обслуживания. Поэтому у них выросли ангельские крылья. Вот это Володя сделал для того, чтобы показать чувства людей к этим белым фартухам, которые, несомненно, выполняют свою роль правильную. Там надо держать репутацию во Франции, не дай бог кого-то обсчитать или кого-то облить кофем. Будет плохо. А поваров там вообще на руках носят. У нас Стефан есть Лепрово, он французский повар. Мы ездим к ним в гости, когда к Леночке и к Стефану. Стефан нас кормит очень вкусными, изысканными блюдами. И улитки Вова обожает из рук Стефана. Так, а мы с вами быстренько провокация пишем. Давайте. Лучше не рисовать плохую провокацию. Лучше хорошую рисовать, да, такую положительную. Действия, которые могут привести к тяжелым последствиям. Давайте просто напишем. Необычные действия. Или парадоксальные, да, не «о». Бычные парадоксальные действия. Я рисую вам пример такого парадоксального действия. Колесо. Которое должно крутиться. Мы знаем, что оно крутится, да. Мы предполагаем, что оно крутится. И вдруг на этом колесе ничком лежит очень молодая и красивая девушка. И она прям, знаете, как слилась с этим. И волосы ее вот так прям. Ротик, шеечка, грудь. Давайте корсетик. Вот. И ножка, допустим, раз. А рука ее, а рука ее, допустим, пошла свисать туда вниз, да, за колесо. Она лежит на колесе. Вот. Платье можно тоже как бы как повторить, колесо. И, допустим, носочек, да. Ботиночек. Ну, я люблю рисовать высокую черную перчатку. Так, можем корсетик, да. Платьица можем. Даже можем платьица сделать с узором, да, что она беспечна, эта девушка. Да, с каким-то цветочным узором, что она доверилась этому колесу, да. А люди-то знают, чем кончается это колесо. Колесо, оно обязательно крутанется. Вы понимаете, как она рискует? И зритель, который увидит эту девушку, которая так лежит, он, несомненно, и захочет ее поднять. У него чувство, ну, спасать, спасать девушку, понимаете. Иначе, если колесо крутанется, будет то, что я вам говорила, тяжелые последствия. Нам не надо тяжелых последствий. Так, надо быстренько уже заканчивать. У нас было такое тяжелое последствие, недавно провокационное. Мы сидели на скамейке вот здесь с Вовой, и поднялся ветер. Зашатались эти все наши красивые деревья, и стая птиц поднялась вверх. Черные птицы поднялась вверх и ринулась по направлению к нашему дому. Пролетела стая птиц над нашим домом, а один птенчик не рассчитал свои силы и ударился об окно подъезда. И, конечно, упал замертво. Но с тех пор, когда мы спускаемся со второго этажа на первый, мы видим его отпечаток. Вот такой, знаете, распятой птицы. Он так доверился пространству, и он ударился об это стекло, что все перышки аж прилипли. И до сих пор есть этот отпечаток. Это очень, ну, такая провокация нехорошая, это не надо рисовать. Но почему я рассказала? Замечайте такие провокационные и такие интересные какие-то действия в жизни, которые могут потом попасть в вашу картину. Так, и последнее на сегодня. Это у нас влияние четкой геометризации на формат картины. Последнее. Так, пишем. Пишем. Шестое, да? Пишите. Четкая геометризация. Пишите теперь слово квадрат. Точка. И нарисуйте, пожалуйста, квадрат вот так себе. Нарисуйте. Если вы берете квадратный холст, я сейчас вам покажу пример из наших работ. Но сначала я вам расскажу. Если вы берете квадратный холст, то Сейчас я вам покажу, что произойдет. То Вы ведете развернутое повествование. Долгое развернутое повествование. Пишите. Вот здесь пишите. Развернутое повествование. А давайте напишем повесть. Если бы вы были писателем, вы бы писали не просто рассказ или эссе, а писали бы повесть. То есть длительный, да? Длительную информацию. Повесть. Вот. Чем еще славится, если вы возьмете квадратный холст или в любом холсте закомпонуете квадратную информацию в квадрате? Что там идет построенное в глубину движение. То есть вы можете рассказывать. Вот, допустим, здесь о чем-то рассказали, да? Рассказали, да? Потом вы можете пойти дальше. Следующий план. Там еще о чем-то рассказали, да? Потом вы можете пойти. Брейгель этим пользовался. Еще дальше. Потом вы можете пойти еще дальше. Вы можете в глубину идти, идти и идти, да? Вот, допустим, здесь самая большая информация, а потом туда пошла второстепенная, еще третьестепенная, еще четвертостепенная информация. То есть вы можете идти не только слева направо, не только как бы сверху вниз, но и туда, и в глубину вы можете размышлять. Напишите второе. Информация вы можете построить в глубину. Информация в глубину должна идти. Может идти, так? Это квадрат. И полное обсуждение темы. Полное обсуждение темы. Пишите. Это очень важно. Полное. То есть здесь нельзя недосказать. Здесь надо все сказать. Полное обсуждение темы. Пример показываю. И мы на этом завершаем сегодня. Для того, чтобы показать пример, надо мне встать и взять вот эту картину, которая называется «Морские ворота Амстердама». Я ее поставлю вот так, да? Во, нормально? Да, отлично. Вот «Морские ворота Амстердама». Чуть-чуть незаконченная, но вы меня простите. Смотрите. Квадрат. 80 на 80. Вы же знаете, что у вас должны холсты стоять, купленные вами, любимые размеры. 70 на 100. 80 на 80. 60 на 80. 50 на 40. 60 на 60. 40 на 60. 50 на 50. Любимые размеры у вас должны стоять, запечатанные холсты, мелкозернистые. И вы, когда у вас приходит какая-то идея, вы хватаете тот холст, который вам подходит под вашу идею. Вот мы схватили этот холст. 80 на 80. И вот мы начали рассказывать о том, как из заморских стран купцы привозили кофе в Амстердам для того, чтобы... Амстердам, Голландия первые восприняли кофе для того, чтобы напоить всю Европу. И что Европа вся до сих пор пьет кофе и считает это огромным благом. Вот. И вот смотрите, давайте начнем. Повествование в глубину. Да, развернутое повествование. Да, что это кофейная территория, что это кухня старая голландская, что рассыпанный кофе. Тут же какие-то предметы, в которых надо варить кофе, в которых надо молоть кофе, на чем приносить кофе. Да, людям какие приправы, там специи давать, там какие-то подливать, там специальную водичку, чем брать сладенькое, которое к кофе будет идти. Рассыпанные зерна, да, какие-то манускрипты. Все, пошли в глубину. У них очень были нарядные всегда сине-белые территории в Голландии, да. Обои синего красивого цвета и белоснежная посуда, да. Фарфор. Они очень эстеты большие. И до сих пор у них вот эти плиточки сине-белые и посуда, они являются брендом, да. Дальше пошли. Нам мало этого рассказа. Пошли в глубину. Пошли дальше. Оперли о стену блюда, да, тоже, видите, с этим рисунком, синее на белом. Дальше пошли. Гравюра старого мастера была вставлена сзади. И на гравюре залив, да, идет Северное море и кусочек Амстердама, да. И как лодки заходят прямо с этими кофейными зернами. Вот. То есть мы не нарисовали пейзаж, а мы взяли рисунок старого мастера и Володя его здесь как бы написал. Это живопись в четыре руки здесь. И Володя, и я, мы вместе это писали. Секреты. Секреты. Сюда вписаны старые голландские газеты. Вот они. Они мне понадобились для усиления информационной территории. Мы на Блошином рынке купили эту газету, ну, такую толстенькую, какого-то или 37-го, который, ну... Не-не-не, начало. Короче, или 20... Короче, очень старая голландская газета. И мы прям кусочек выдрали и вписали туда, и лаком в этот подмалевок прям вписали. Дальше что мы сделали? Здесь есть еще вписанный в подмалевок эспрессо, кофе молотый немножко, да, чуть-чуть есть. Еще третий секрет. Здесь есть ботанические засушенные цветы, да, гербарий, который был сорван именно там, в Голландии. Вот они. Видите? Немножко, конечно, они осыпаются, но когда вы такое делаете, и другие это не видят, а вы знаете, что оно есть, эта картина приобретает для вас ну, большой-большой информационную поддержку, которую вы потом посылаете людям. Еще будет немножко писаться эта работа. Вот вам квадрат. Долгое, развернутое повествование. И, конечно же, превращайтесь в писателей, которые должны описывать свои картины, хоть маленькими, но эссе описывать, да. И, конечно же, напоследок я вам говорю, что у нас существует шесть модулей обучающих, которые некоторые из вас знают, что очень быстро можно выучиться в нашей школе, аурум, вот этой нашей техникой. Их шесть. Первые обучающие модули онлайн вы с нами как бы обучаетесь, получаете домашнее задание. Они более-менее легкие. Но пятый и шестой модуль – это сплошные композиционные схемы. Очень сложные. Поэтому, если кто-то хочет выучить много и качественно хороших композиционных схем для ваших же будущих картин, приобретайте пятый и шестой модуль. И будем с вами заниматься.